Спиннер крутится, лаве мутится. Именно такой сейчас девиз у продавцов этих игрушек. Что такое фиджет спиннер? Кто и главное зачем его придумал? И насколько далеко ушла популярность спиннеров? Давайте разбираться вместе. Меня зовут Вова, поехали! Фиджет спиннеры, именно так звучит правильно полное название игрушки, могут быть разных модификаций, но суть и принцип у них одни и те же. В центре игрушки располагается шариковый подшипник, который и позволяет спиннеру долго вращаться. По краям находятся утяжелители, они и влияют на скорость вращения. По своей сути, эта игрушка напоминает старый добрый советский волчок, либо юлу. За счет своего простого механизма спиннер очень легко сделать в домашних условиях, но об этом чуть позже. Первый спиннер, а точнее его прототип, был сделан жительницей Флориды Кэтрин Хэттинген, а делала она его для своей дочери. Дело в том, что девочка страдала от миостынии. Это аутоиммунное заболевание, при котором мышцы человека становятся очень слабыми. После того, как Кэтрин создала прототип спиннера, в последующие годы она его дорабатывала. Время шло, и женщина начала участвовать в выставках, где и показывала свое изобретение. Чтобы избежать потери авторского права, Кэтрин подала патент на крутящуюся игрушку. И было это в 1993 году, как раз в то самое время, когда родители нынешних фанатов спиннера были их возрастом. Чтобы патент действовал, его нужно продлевать. Однако у американки не нашлось на это денег, и в 2005 году срок действия патента истек. Теперь вы знаете, кто изобрел эту штуку. Однако споры об авторстве данной игрушки ведутся до сих пор. Теперь поговорим о пользе, либо вреде данного гаджета. Как говорила изобретательница спиннера, игрушка помогала ее больной дочери развивать мелкую моторику рук и держать мышцы в тонусе. Также сторонники новомодного девайса заявляют о его пользе при синдроме дефицита внимания, аутизме и тревожном расстройстве. Главный аргумент таких высказываний, это то, что человек, крутящий спиннер, переносит свое раздражение с себя на игрушку, что в свою очередь помогает ему сконцентрироваться лучше на конкретной задаче. Но не все разделяют эту точку зрения. Есть мнение, что спиннер еще больше отвлекает и мешает сконцентрироваться. Так или иначе, до тех пор, пока не будет проведено необходимое количество медицинских исследований и научных экспериментов, говорить о пользе, либо о вреде спиннера просто бессмысленно. А теперь самое интересное. Насколько далеко зашла мода на спиннеры и как долго будет продолжаться это безумие? Как вы уже знаете, спиннер был придуман в 90-х годах прошлого века, однако стал популярен только этой весной. Почему? Вся мода, как обычно, пошла из США. В начале года несколько авторитетных американских изданий выпустили статьи об этом гаджете. Затем тренд подхватили маркетологи, которые заметили быстро растущий спрос на спиннеры среди американских школьников. Крупнейшие торговые сети США стали делать миллионные заказы спиннеров, а позже продавать их по цене несколько долларов за одну штуку. И тут понеслось. Вы сами можете видеть, как в мае выросло количество поисковых запросов в Google. Спиннеры так глубоко проникли во все сферы жизни, что даже на сайте Pornhub число поисковых запросов со словом спиннер выросло на 300%. Естественно, что социальные сети также не могли оставаться в стороне. Главным рассадником популярности спиннеров стал YouTube. Тысячи видео, в которых что только не делают со спиннерами. С ними выполняют трюки, сравнивают дорогие и дешевые спиннеры, делают обзоры, показывают коллекции спиннеров. Причем их пытаются делать из чего только возможно. Крышечки бутылок выплавляют из металла, делают из арбузов и даже из автомобилей. Никто не остался в стороне и каждый пытается хайпануть на спиннерах. Однако сейчас популярность спиннеров спадает и совсем скоро сойдет на нет. И он окажется там же, где сейчас тамагочи, йо-йо и прочие некогда популярные игрушки. Я честно заявляю, что в руках не держал спиннера. И в этом смысле я абсолютно чист. Если тебя также обошла эта напасть, ставь лайк под этим видео, подпишись на канал и включай уведомления. Ну а если волна популярности спиннеров тебя все-таки задела, тогда напиши в комментариях, чем тебе нравятся спиннеры и правда ли они помогают. Спасибо за просмотр и до встречи!